МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Тюменском времени программа объективные итоги недели. Огонь, жара. Хоть май у нас в этом году в смысле погоды имеет мало общего с этими понятиями, но то и другое в Тюмине случилось. В огне горели предприниматели, жару устраивали для всех желающих. В областной столице идет бизнес-форум «Жара». К нам приехали именитые предприниматели, бизнесмены и инвесторы. С какой целью? Об этом и не только поговорим с гостями программы. Артем Андросов. Окончил Тюменский архитектурно-строительный университет и австралийский бизнес-колледж. С 2010 года занимается предпринимательством, учредитель нескольких фирм с автомобильной специализацией. Председатель комитета по молодежному предпринимательству Тюменского регионального отделения «Опора России». С 2015 года руководитель Центра развития бизнеса. Победитель регионального конкурса «Тюменский характер» в номинации «Золотые руки». Руслан Тугушев. Предприниматель, сооснователь краудфандинговой платформы «Бумбстартер». Окончил юридический факультет Российского университета кооперации. После окончания вуза работал по профессии, затем ушел в рекламный бизнес. Был менеджером по продажам, директором по маркетингу. В 2006 году открыл свой первый бизнес. Через шесть лет после начала предпринимательской деятельности пришла идея создания «Бумбстартер». С гостями встретимся чуть позже. Теперь наш первый сюжет к теме. К первой защите своего первого бизнеса Анастасия и Лидия подготовились как к соревнованию. Девушки увлекаются конным спортом, будущим инвесторам. За три миллиона рублей они готовы предложить идею прибыльного и необычного дела. Клуб ролевого туризма. Мы предлагаем не просто развлечения покататься на лошадках, а мы предлагаем атмосферу. Это будут конные охоты, ковбойские игры и многое другое. Опыт других городов показывает, что именно ролевой туризм, то направление, которое мы предлагаем, он позволяет привлечь очень много людей, которые хотят так отдыхать, хотят чувствовать себя ковбоем, хотят видеть себя индейцами. Не упустить момент решили тюменские разработчики онлайн-платформы для бронирования охотничьих туров. Нужно для ускорения привлечь 4,8 миллиона инвестиций. Проект шикарный, на поддержку рассчитанных охотников, охотничьих хозяйств, ну и выгодный финансово. Сегодня на одной площадке ярмарки инвестиций встретились авторы 22 предпринимательских проектов и инвесторы. Они приехали из ряда регионов России. На кону больше 100 миллионов рублей, которые бизнес готов вложить в бизнес. У нас в головах у всех сформировано уже такое мнение, что если инвестиции – это либо коммерческие банки, либо государственные институты. Здесь мы совершенно по-новому проводим эту неделю. Здесь частные инвесторы, венчурные фонды. Это вот как раз та история, которой сегодня России не хватает. Поэтому мы начинаем формировать вот эту историю. Потому что сегодня в России сформировался класс профессиональных инвесторов. Люди, которые готовы вкладывать в стартапы. Они заработали собственный капитал, они хотят двигаться, они ищут проект. И эта площадка помогает вот это сделать. Помогут и 850 проектам, не прошедшим отбор на ярмарку, доработать идеи. В Тюменской области могут оказать поддержку не только финансовую, но и административную, инфраструктурную и консультационную. Желание остаться в нашем регионе озвучили участники из других территорий. У стенда Госуслуг «Мои документы». Они активно узнавали об условиях и процессе регистрации бизнеса у нас. Ирина Шипилова, Александр Вележанин. Тюменское время. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Руслан. Добрый день. Ну, это не случайно название у нас, это его бизнес-фестиваль. Огонь, жара, ярмарка инвестиций. Артем, ну, честно, если на что рассчитываете вот после его окончания, каким итогом вы бы были удовлетворены? Ну, мы уверены, что часть проектов получат инвестиции, в первую очередь. Но самое главное, то есть, мы показываем людям, что сегодня можно привлекать деньги на свое дело. Есть люди, у которых есть эти деньги, и они готовы их вкладывать. И надо просто не бояться разрабатывать проекты, учиться и предлагать их. Сегодня все для этого, ну, просто в отличном состоянии находится. Руслан, с этим мнением согласны? Рынок частных инвестиций растет бурными темпами, потому что у людей накопился достаточно большой капитал. Держать его сейчас в банках на депозитах становится все менее-менее выгодно с каждым месяцем. Ставки падают, банки тоже банкротятся. И люди ищут, куда пристроить свои деньги, чтобы они не просто лежали, а чтобы они работали. Плюс предпринимательство тоже развивается. Есть хорошие проекты уже подготовленные, которые прошли какой-то путь, там, год, там, полгода, проверили свою экономику и готовы принимать частные деньги. Это очень хорошо. Говорят, что инвесторы очень жесткие без стали. Ну, инвесторы, они всегда были жесткие. Ну, то есть, надо понимать, что такое инвестор. То есть, условно, у меня есть 10 миллионов. Вы приходите ко мне и говорите, у меня крутая идея, дай мне 10 миллионов, и за это ты получишь 10% доли. У тебя нет ничего, у меня 10 миллионов, ты мне предлагаешь что-то, но почему-то мои 10%, твои 90%, да, ну, наверное, не состыковка. У тебя только идея. Что она стоит? Ничего. Поэтому, ну, у нас очень частая история в том, что ребята очень сильно переоценивают свою идею, свои возможности. Инвестор, как правило, это еще человек с опытом, со связями, то есть он еще помогает, да. Соответственно, ну, если ты не готов делиться и не хочешь делиться, да, ну, есть другие площадки, вот тот же Тугуш, да, ты взял там, и там уже никаких долей. Ты берешь, ну, кредит только от частных инвесторов. Если тебя и это не устраивает, тогда ты идешь в банк, вот, но банк попросит у тебя залог, попросит историю какую-то, да, то есть здесь всегда уровень лояльности и уровень риска. Надо понимать, что инвестор рискует всем, я рискую 10 миллионами, а вот если ты придешь ко мне там с идеей, ну, по факту ничем не рискуешь, да. Вот, соответственно, эти риски надо понимать. Поэтому, конечно, инвестор хочет подстраховаться, либо он хочет рискнуть, но если он рискнет, он должен получить больше заработок. Вот и все. Ну, я так понимаю, что вообще число инвесторов у нас расширилось и за счет того, что люди, вот, ну, за счет, прежде всего, площадок, как у вас, Руслан, 167 тысяч, я так понимаю, да, спонсоров? Да. Ныне зарегистрировано на Boom Starter. Я так понимаю, что среди них настоящих-то богачений сильно много. То есть это люди готовые пожертвовать там несколько тысяч рублей, кто-то там несколько сотен рублей на понравившийся ему проект. Вы в итоге, вот, если говорить, с 12-го года у вас он стартовал, сейчас 310 миллионов собрал, прогресс вы наверняка с каждым годом считаете, он каков? Двухкратное увеличение каждый год. То есть количество денег, привлекаемых проектами, каждый год удваивается. и проектов тоже увеличится. То есть если мы, это до смешного, в первый год мы привлекли там чуть меньше двух миллионов рублей, и на самом деле я не встречал практически ни одного человека, кроме своих партнеров, которые говорили, что ты сошел с ума, и ты не будешь работать в России. Когда мы в следующем, на первый год работы следующей, привлекли 3 миллиона 200 тысяч на фильм, который в прошлом году выходил в прокате, 28 панфиловцев. И оттуда началась вся его история. То есть он первые 3 миллиона привлек на Бумстартере, потом еще в течение года у других инвесторов, потом ему Министерство нашей культуры еще 30 миллионов дали. И там наш президент вместе с казахским президентом сидели и смотрели потом этот фильм. Тогда более-менее немножко поверили. Но значительное количество людей до сих пор крутит пальцем у виска и говорят мне, что это не работает. Хотя мы каждый год и удваиваемся. А вот если говорить о категориях, то есть сейчас какие наиболее востребованы? Очень популярно то, что люди понимают и видят в обычной жизни. То есть если вы привыкли покупать книги в интернете, вы можете купить книгу. Что такое Бумстартер? Фактически такой же интернет-магазин, только доставка не завтра, не через неделю, а через полгода. Есть автор, который говорит, у меня есть заготовка какой-то книги, я хочу написать такую книгу, но я не уверен, будет она популярна у потребителей или не будет. Он пишет анонс и начинает фактически книгу продавать с доставкой через год. Вы покупаете книжку, через год она к вам приезжает. Книги, настольные игры, фильмы, любые продукты, рюкзаки, какая-то надувная мебель. Игры. Игры, куча всего. У нас 49 категорий, и во всех категориях есть успешные проекты. Артем, будете рекомендовать тем, кто в опору России, в молодежную входит, участвовать именно на таких платформах? Да, мы, собственно говоря, рекомендуем сегодня использовать все ресурсы. И благо, что этих ресурсов появляется все больше. Есть Бумстартер, есть Тугуш сегодня у ребят появился. У нас ярмарка инвестиций. К нам приехал Олег Иванов, у него площадка Инвестбазар, где своих больше тысячи инвесторов. Мы все сегодня дружим, общаемся, потому что мы понимаем, что мы развиваем этот рынок, мы его формируем. Просто фишка в чем? Мы единственная региональная такая сильная практика, которая на такие федеральные масштабы замахивается. И поэтому ребята приезжают на нашу площадку сюда, в Тюмень, и тоже общаются и с тюменскими проектами, и с тюменскими инвесторами. И в принципе, мы формируем вот эту среду, когда частные деньги начинают работать в экономике, не лежат где-то в банках, причем иногда в физических банках, иногда в банках коммерческих. Просто сегодня называют цифры от 20 триллионов до 34 триллионов рублей лежат на депозитах в банковских счетах. То есть эти деньги не задействованы в экономике. А фишка в чем? Если они будут работать в экономике, то наша экономика будет расти, и доходы населения будут увеличиваться. То есть мы вот так вот сами тормозим свою экономику. Ясно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу в разговоре и поговорим о событиях пятничного дня. Бизнес-конференция «Огонь». О том, что там было, мы сейчас посмотрим небольшой материал, и потом вернемся в студию. Почти тысячи предпринимателей в возрасте от 18 до 50 лет собрались в ДК «Нефтяник» на бизнес-конференции «Огонь». Большинство, конечно, жителей Тюменской области, но есть участники из Челябинска, Екатеринбурга, обеих столиц и даже из Крыма. Организаторы регионального отделения «Опоры России» не удивлены. Здесь есть чему поучиться. В спикерах только именитые представители российского бизнеса. Бизнес-тренеров мы не берем. Мы берем тех, кто доказал, что он способен, что он готов, что он заслужил того, чтобы выступать на сцене из тысячи человек. То есть мы подбираем значимых людей, известных людей и добившихся многого. Михаил Фидоренко, генеральный директор «Дочки Сбербанка» компании «Деловая среда», уверен, что «Огонь» поможет участникам сэкономить нервы, время и деньги. Это наша функция, по большому счету, суметь обобщить, упаковать и передать. Сегодня самый классный формат. То есть люди практически со всей страны съехались. Идеальная возможность как раз это и сделать. Руслан, вот когда у нас говорят о малом и среднем бизнесе, они всегда, во всяком случае, в каких-то таких публичных сферах ссылаются на опыт зарубежный. И сразу там возникают цифры такие, что 50% от ВВП развитых стран, ну плюс-минус там 5% в США и в Европе, это как раз малый и средний бизнес. У нас данные очень сильно разнятся. Кто-то называет 10%, кто-то там около 20%. И тем не менее, на ваш взгляд, вообще вы представляете себе ситуацию, которую через какое-то количество лет мы достигнем вот таких же пропорций? Конечно. У нас надо смотреть, во-первых, на цифры. Можно в деньгах посмотреть, да, сколько денег приходится на средние компании, большие, и сколько физически людей задействовано в малом и микробизнесе. Большинство компаний и предпринимателей, которые должны стать малым бизнесом, сейчас находятся в категории микробизнес. И в физическом выражении это больше 90% всех предпринимателей в России. Им нужно время, чтобы перескочить из микробизнеса в малый бизнес. И если микробизнес хотя бы увеличится в 10 раз, он как раз займет половину экономики. То есть задача, на самом деле, сейчас помогать тем предпринимателям, молодым, которые только молодым, то есть это молодые что такое? Это до 5 лет компании, которые начали развиваться. То есть они где-то, например, в регионе начали помочь ему расшириться на другие регионы, выйти за границы России. Это очень важная задача, потому что у нас есть такая небольшая зашоренность или проблема какая-то, когда предприниматель пока не понимает, каким образом выйти сначала за границу своего города, потом за границу своего региона, а потом уже за границу России. А это огромные рынки, потенциалы. Если вы научились делать свой продукт, любую услугу очень хорошо у себя, это значит, что вы можете в других регионах это делать. Это значит, что вы можете кратно увеличивать свой бизнес. То есть ссылься в луну, даже если промахнешься, окажешься среди звезд. Можно по-другому посмотреть на эту ситуацию. То есть во всех развитых странах 50% занимает малый бизнес. У нас 20% по официальным статистикам. Это значит, что еще 30% микро и малого бизнеса должно появиться, обязанно. Конкуренция рождает это. Просто у нас еще экономика не дошла, ей всего 25 лет. И значит 30% рынка во всей экономике свободно. Малый бизнес может ее занять. То есть вот эти ребята молодые могут занять эту большую долю, огромную. В два раза можно увеличить. Есть другая точка зрения просто на этот процесс, что госсектор вот эту, вот эти 30% ни за что не отдаст у нас. Да, ну сегодня первые лица государства говорят об этом, что надо, обязаны государство отдавать. Уже законно, то есть федеральные принимаются о том, что 15% малого бизнеса. Там в НКО сейчас надо отдать 10%. То есть государство делает все на самом деле, чтобы передавать эти функции. Потому что оно очень четко понимает, что малый бизнес может намного эффективнее эти вещи реализовывать. Потому что, ну, они отвечают там своим именем. То есть если у меня малая компания, где работают там до 100 человек, скорее всего я их всех лично знаю. И скорее всего я очень четко знаю свой продукт и отвечаю за них своим именем, своим лицом. Руслан, вообще какая основная польза, на ваш взгляд, вот от таких конференций, ну как в Тюмени проводится и вообще в других регионах? Бываете? Да, я часто посещаю российские регионы. Любые мероприятия, которые проходят физически, где можно встретиться с человеком глазами, очень полезно. Потому что интернет – это хорошо. Но чтобы сделать первый шаг, чтобы понять, очень часто сейчас нужно хотя бы раз встретиться, переговорить, пожать руки, после этого перейти на взаимодействие через интернет. И очень хорошо чувствуется энергетика, да, в каждом регионе. Я вчера на мероприятии, которое проходило, ярмарка инвестиций, был удивлен на самом деле энергетике, которая происходила в зале. Огромное количество предпринимателей, есть активные инвесторы, власть понимает, что происходит, помогает. И сразу чувствуется энергетика региона. То есть это хороший климат, который позволяет расти и инвесторам, и предпринимателям. Это очень хорошо. Поэтому мы особое внимание теперь будем уделять Тюменскому региону. Но, кстати говоря, по поводу властей, насколько я понимаю, вчера не только губернатор выступал, но и глава муниципальных образований. Да, мы сделали такую практику, что главы муниципальных образований представляют инвестиционный потенциал своих муниципальных образований. Это очень хорошая вещь, которая меняет мышление главы. То есть он не сидит и ждет, когда кто-то придет и что-то у него построит, а он выходит в свет, в общество, в экономическую повестку и говорит, у меня есть такой-то район, в нем можно построить такой-то завод, мы можем помочь этим, 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 этим. Приходите. Раньше этого не было. И это на самом деле одно из ноу-хау Тюменского региона, потому что раньше главы вообще никак не были заинтересованы в том, что бизнес туда приходил. Ну, знаешь, сейчас какая одна из самых обсуждаемых новостей в интернете у нас, в Тюменском во всяком случае, последние буквально три дня, связанные с инвестициями. В топах во всех. Ну, а то, что известный боец американский, Вонсон, да, в Тюменском районе, в Ямбаево, решил открыть ферму по разведению медведей. Нормальная тема. Звучит так жестко. Он к нам же приезжал, ребята его привозили. Да, вот, то есть он официально уже оформляет земельный участок под это дело. Что он будет с медведями делать? Вот это другой вопрос. Всех как раз это интересует. Но у него, видимо, в голове такая четкая взаимосвязь Сибирь. Это медведи. Ну, это нормальная история, которая может для США. Хочешь поехать на мою ферму медведей в Россию, в Сибирь? Да, конечно, поехали. Поэтому я уверен, что на медведей можно привезти и немцев, и американцев, и так далее. И, соответственно, от этого будет пополняться бюджет. Ну, вот первая мысль у человека, который обладает какой-то предпринимательской жилкой, это куда вкладывать деньги? И многие близлежащие, но, во всяком случае, по моему опыту, ему говорят, ну, знаешь, все ниши-то заняты уже. То есть, ну, куда ты вот с этим-то пойдешь? Ничего у тебя не получится. Ниши на самом деле заняты или нет? Сейчас в России можно заходить в абсолютно любую отрасль, в малом и микробизнесе, в абсолютно любую. Потому что если ты сделаешь продукт хотя бы чуть-чуть лучше, чем у твоего конкурента, потребитель быстро перетечет по тебе. Огромное количество незанятых ниш. Все, что связано с импортозамещением. У нас есть огромные еще рынки, где больше 80% это импорт. Можно спокойно это производить здесь, делать чуть дешевле. Если вы даже тот же самый качество ставите, а лучше, конечно, чуть получше делать, то вы моментально получите огромную часть рынка. У нас вчера выступал Дмитрий Пищальников. Они производят металлическую сетку для бумаги в Перми и продают ее в немецкий денежный двор, во все российские денежные дворы и в Европу из солнечной Перми. Ясно. То есть положительные примеры есть. И сейчас мы в продолжение темы посмотрим еще один сюжет. Дело в том, что этой неделе предпринимательская тема у нас не заканчивается. На следующей неделе у нас начинается так называемая неделя инноваций. Мы посмотрим, как с ней готовятся в нашем технопарке и вернемся в студию. Вот так будет выглядеть эта площадь. 23 марта здесь откроется летний нетворкинг. В шатре на 100 посадочных мест будут проходить познавательные лекции. Первая от Юлиана Зигельмана, инвестора из Силиконовой долины. Дальше еще интереснее. Для нас особый форум, потому что организуем мы его впервые и собираем со всей страны стартапы, инновационные компании. И, конечно, для нас это, наверное, как вызов, так и большая честь. Центральной площадкой мероприятия станет зал «Атриум». 26 мая здесь пройдет битва стартапов за инвестиции. Заявки на участие в ней подали больше 250 инновационных компаний от Москвы до Комсомольска-на-Амуре. Очень много крупных предприятий подключились к этому проекту, потому что им точно так же интересно посмотреть, поучаствовать в экспертизе. У нас есть одно из направлений, это нефть и газ. Крупнейшая компания «Газпромнеф» выступила с поддержкой этого направления и вообще мероприятия в целом. Неделя инноваций приурочена ко дню предпринимателя. Его отметят здесь 25 мая масштабной конференции. Что нас ждет с точки зрения традиционной экономики и что нас ждет с точки зрения экономики знаний, экономики, которые во многом связаны с новыми технологиями, с IT, с производством и с людьми, которые все это реализуют. Ирина Шипилова, Максим Плюхин. Тюменское время. Артем, а вот можно ли вот все, что сейчас и происходит, будет происходить завтра, грубо говоря, оценивать, как очередной такой этап подготовки нашей площадки на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи? Да, на самом деле мы очень сильно сейчас готовимся и вот репетиции, ну, условно, репетиции, три дня провести. Мы же проводим по факту три дня, три разных мероприятия, причем первый на тысячу человек, второй на тысячу и третий мероприятие, вот фестиваль Жара городской, соответственно, мы хотим привлечь до 20 тысяч горожан, у нас уже больше 600 предпринимателей выставляют свою продукцию, там, флешмоб, рок-группы, 600 человек исполняют композицию Deep Purple, соответственно, сейчас вся команда готовится, потому что мы уже планируем Всемирный фестиваль и ребята, я думаю, в том числе тоже туда приедут, спикеры, поэтому мы сегодня тестируем эти варианты. А предприниматели за рубежом и предприниматели в России сильно отличаются друг от друга? Предприниматели это такая очень нежная субстанция с пониженным уровнем страха, что ли, наверное. Примерно одинаково, то есть генетические предприниматели одинаковые везде, да, разные условия есть для того, чтобы предприниматель мог себя проявить и разные условия доступа на рынке, то есть если мы говорим, вот я там ранее говорил, то есть у нас все-таки больше пока предприниматели ориентированы на локальные рынки, а если мы посмотрим на западных предпринимателей, они сразу изначально мыслят глобально, и когда создают свои продукты либо услуги, смотрят на огромные рынки, это позволяет им создавать продукты совсем другого качества, когда ты понимаешь, что твоим продуктом могут пользоваться миллионы людей, ты его по-другому создаешь, поэтому у тебя другие инвестиционные возможности, у тебя другие люди работают, и ты по-другому мыслишь. Нам нужно пройти этот этап, говорить, что прямо сейчас должно произойти, но мы идем к этому, и у нас появляется сейчас много компаний, которые тоже ориентированы не только на Россию, но и сразу на весь мир. Когда люди из микробизнеса в малые не могут перейти из-за отутствие знаний каких-то? Ну это на самом деле самая глобальная проблема. У нас сегодня 95% микробизнес, 4,6% малый бизнес и 0,4% средний бизнес. Да, то есть почему так? У нас реально люди не понимают, как вводить дополнительный уровень менеджмента. То есть микро это до 15 работников. То есть 15 работников теоретически ты еще можешь управлять один. Как только ты растешь выше, тебе надо уже ввести среднее звено. То есть тебе надо поставить задачу там одному-двум людям, которые уже ставят дальше. И вот здесь начинается крах и хаос. Потому что когда ты всем управляешь процессом, вроде все работает, ты ручками все контролируешь, да? А когда все-таки начинается бизнес, ты предприниматель, ты уже должен заниматься стратегическими вопросами, а процессами управления должен заниматься уже там менеджмент. И вот в этом у нас всегда проблема, потому что на самом деле очень хороших менеджеров мало, да? Предприниматели зачастую, ну, не представляют, они на своих ошибках учатся, как управлять персоналом, как ставить задачи. Ну, то есть предприниматель это же огромная сфера, да? И, соответственно, вот здесь возникают большие проблемы. Ну, то есть тебе по большому счету нужно всегда делегировать свои полномочия. Это трудно, наверное? Трудно ли доверять другим людям? Да. Ну, здесь вопрос пониженного страха предпринимателя всегда, он немножко чуть ниже, поэтому выдавать уровень доверия другим людям всегда нужно. То есть, конечно, ты всегда обождешься, когда-то ты совершишь ошибку, когда-то что-то пойдет не так, но если ты не пойдешь на этот риск, ты никогда не сможешь вырасти. Я благодарю вас за участие в программе, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию, до новых встреч и всего доброго, успехов в вашей деятельности. Слева. Спасибо, Слева. Предпринимательская тема продолжит оставаться в центре внимания. Через два дня стартует неделя инноваций. Об ее итогах расскажем в следующий раз. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго и не забывайте смотреть объективно на все. Субтитры сделал DimaTorzok